Девушки отдыхают Я собоченную Забоченную 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 София заболеет Meine Güte, ich habe doch keine Ahnung, was ich dann machen soll Я же не знаю, что я буду делать Если София пойдет Я знаю, что дети могут быть жестокими Когда я был в детском садике, не все дети были очень ко мне дружелюбными Или если она поранится или тяжело поранится Как я могу ей помочь Как я могу ей помочь Как я её должна воспитывать И у меня Заботы И у меня Заботы Может быть тебе тоже так же как мне твои Заботы может быть это не моя София Но мы все о чем-то всегда заботимся Как я буду сдавать следующий Экзамен Как я найду хорошую работу Как я останусь здоровым когда вот этот Вирус гуляет по миру Как мне удалить эти Прищики И так каждый о чем-то заботится И потом я поймала себя на мысли Что ты дуркуешь Ты что Богу не доверяешь И я прочитала в Писании 1. Петра 5.7 Все Заботы ваши возложите на него Ибо он печатся о вас Он говорит Я заботюсь о вас Почему мы не можем ему доверять Ведь он же говорит что я заботюсь о вас Вы знаете что мы говорим Мы приходим к Богу Мы молимся И мы говорим Я отдаю тебе Господь все мои Заботы И после молитвы мы берем снова наши Заботы и идем дальше Почему мы не можем ему доверять Если я кого-то не знаю Я не могу ему доверять Или у меня в жизни что-то такое случилось страшное и я говорю Где Бог Или может быть у тебя так же как мне контрольфик Ты любишь контролировать все А, да Ты любишь все контролировать Почему я люблю все в моей жизни контролировать Потому что мне это дает безопасность Мы женщины мы любим безопасность Deswegen suchen wir uns meistens Männer aus die uns beschützen и поэтому мы ищем мужчины которые могут нас защитить И так же у меня Я люблю контроль Но есть большое Но И мы говорим Бог Ты господствуешь в моей жизни И мы говорим Бог Ты господствуешь в моей жизни ты же господин в моей жизни не может быть два господина в моей жизни Или ты говоришь Да, что-то в моей жизни плохое произошло и Бог тебя не было в этот момент в моей жизни В моей жизни несколько дней назад я слушала свидетельства людей Большие свидетельства люди переживали страшные вещи в моей жизни Один был зависим от наркотиков и он не мог выйти из этого 13 лет И он настолько был зависим от наркотиков что он все потерял и был бездомный Он был уже почти что умирал и один его нашел на дороге И Иисус пришел к этому человеку через другого человека И он освободился от наркотиков И он освободился от наркотиков И всегда что-то плохое случилось и Бог помогал И очень много свидетельств И когда в жизни что-то плохое происходило то Бог помогал Если мы обращаемся к Богу то он обязательно поможет нам И когда я еще было маленькой И когда я была маленькой и еще не все понимал это было это было что указать ему чтобы он чтобы он сделал что-то 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 он указал нам наши пути то он все совершит в нашей жизни хорошо это не значит что не будет проблем но это не значит что не будет проблем хорошо значит что это будет сделано лучше для меня в Филиппа 4,6 он контролирует он контролирует и ведет эту потому что я просто уважаю этих родителей у меня еще проблемы но я учусь я хочу София отдать Богу мою жизнь моего мужа я хочу отдать Богу мои финансы мои прищики я хочу отдать Богу и он все сделает хорошо если мы будем его просить так как Иисус просил на кресте я хотел бы вместе с вами помолиться Бог я благодарю тебя за то что ты забираешь все наши проблемы и решаешь их у меня такой прекрасный шеф в моей жизни это ты Господь я просто все эти заботы просто надо выбросить как в мюль я все отдаю тебе помоги нам Господь отдать все проблемы тебе и от всего сердца благодарить тебя это поможет нам Господь и поклоняться тебе ты даешь нам мир Господь в нашей жизни я прославляю тебя и благодарю тебя от всего сердца моего ты Господь ты Господь большой и ты являешься начальником и шеф в моей жизни помоги нам Господь отдать эту контроль тебе и тебя просто прославляю тебя и тебя просто Господь прославляю тебя и благодарю тебя помоги нам полностью все отдать тебе и чтобы больше не заботиться и чтобы больше не заботиться не иметь эти заботы в сердце сколько Господь я думала о том что София когда я буду проповедовать она будет плакать но ты позаботился об этом Господь я благодарю тебя Господь от всего сердца моего Аминь